Всем привет! С вами Таня Генерал. На канале Субъективно об Америке сегодня выпуск Всё обо всём. Один день американской жизни. Предлагаю... День начинается теперь в 6.30 утра, с тех пор, как я придумала себе это новое развлечение победить в конкурсе Мисс Бикини нашего района. Чтобы вы понимали, какая огромная конкуренция, нужно знать, что средний возраст жителей нашего района 62 года. Победить будет очень нелегко, поэтому я прилагаю все усилия, чтобы добиться за этот год серьёзных результатов и быть способной победить на конкурсе Мисс Бикини. Ну, погнали! Так, возвращаемся с пробежки. У меня здесь команда поддержки. Тильда, на самом деле, гораздо больше заинтересована в этом прибежище, набежище котов, которые совершаются каждая ночь. У неё с ними такой виртуальный роман через стекло. Они переглядываются, обмахиваются хвостами, делают всякие угрожающие позы. Да, Тильда? Где твои кошаки-то? Там, там все твои кошаки, да. Ну, ладно, пойдём завтрак делать. Да-да-да. Завтрак вся в собственном соку, без грамма макияжа, без грамма фильтров. Ну, конечно, надо сказать спасибо Самсунгу. Он всё равно даже без использования каких-нибудь фильтров даёт вот такое вот мягкое размытие. Но я должна вам признаться, что самые приятные, самые лучшие комплименты в моей жизни это комплименты, которые я получаю от других женщин. Потому что мы друг другу самые худшие судьи и самые большие враги. Ну, так уж сложилось. Поэтому, когда вчера мне моя 39-летняя подруга на встрече сказала, Таня, боже мой, как ты так поддерживаешь состояние своей кожи? Что ты с собой делаешь? Это, понимаете, без фильтров мы сидели при дневном свете. Я прямо вся растаяла, расцвела, сказала большое спасибо. Поделилась там своими всеми этими фишками, которых не так много. И девчонки мои меня как раз воодушевили на то, что, говорит, ты обязательно должна рассказать всей своей аудитории, потому что ты для всех пример, для подражания огурец и молодец. Поэтому сейчас я вам покажу одну фишку. Вы все помните, что я сторонник и последователь, и ярый пропагандист регулярности и последовательности. Это может быть хоть авокадовое масло, хоть детский крем. Главное регулярность и последовательность. Очистка, тонизирование и потом увлажнение и питание, что хотите. На стадии очистки у меня новый очередной любимец. Как, конечно, вы все помните, у меня с сайтом iHerb, большим представителем, интернациональным продавцом товаров для красоты и здоровья, у меня с ними партнерская программа, поэтому они мне часто присылают вещи просто на пробу, для того, чтобы попробовать и рассказать вам. Это как раз таки было из этой серии. Это скраб. Скраб, который очень приятно пахнет. Да, спасибо всем прописанным мне, вами, подписчиками, лекарствами. У меня обоняние восстановилось. Скраб очень приятной консистенции. Он написанно сахарный. Но, вы знаете, от него не толстеет, потому что мы же его не употребляем внутрь. И он вот в такой удобной баночке. Достаточное количество распределяется на лицо, на шею, на кожу декольте и на все остальные части. Знаете, как хорошо работает на зоне ягодиц. Они становятся сразу такими персиками. Этот скраб, он у меня стоит в душе. Я его употребляю каждое утро, когда принимаю душ. Быстро, просто. Это еще один мой секрет. Главное, то, что вы используете и хотите ввести прямо на регулярной основе, должно быть у вас вот, чтобы вот так вот взял, и оно у вас там есть. А вот после этого начинается магия. Внимание, сейчас уберите детей от телевизоров, потому что будет страшно. Тканевые масочки. Это у меня тоже ахербовская. Видите, она на самом деле считается одноразовая, но так как там достаточно жидкости и, ну, голь на выдумке хитрая, я ее использую 3-4 раза. Просто после использования кладу туда и закрываю. Видите, как у меня все приспособлено. Эта штучка у меня берется вот так на момент использования маски. Красавица. Даже нанесение этой маски предполагает релакс, расслабление. И те 20 минут, пока она у вас на лице, вы лежите и ничего не делаете. Именно поэтому большинство девочек, девушек, женщин, тететинка и бабушек этого не делают. Спасибо Амазону, он придумал вот такую штуку. Так, сейчас не пугайтесь, будет ужасно. Он придумал вот такую штуку. Силиконовая масочка, которая накладывается либо на вашу тканевую маску, либо она может быть наложена на любой жирный крем или какие-то косметические масла. И все. И Вася Кот, как говорится, можно с этим лечь спать. Допустим, я читаю перед сном в течение часа. Можно с этим вообще остаться спать. Единственное, вот эти штучки, которые надеваются за уши, они немножко жестковатые, начинают болеть уши. Можно вот это нанести и тусить на кухне, пока вы готовите завтрак, ланч своим детям. Я так сижу иногда в офисе, но я же работаю с домом, мне позволено. Вот такая маска, остатками жидкости добавляем в зону декольте и на шею. И секретов больше никаких нет. Ежедневное использование. Я эти маски делаю по утрам, мне так удобно. Я знаю, подружка моя, которая мне напомнила про эту силиконовую штуку, она их делает вечером и оставляет практически на ночь. Еще если она ночью встает в туалет, она ее еще увлажняет, снова накладывает. Результат не заставит себя ждать после нескольких дней регулярного использования. У вас увлажненная, наполненная кожа. Эти маски прекрасны тем, что их можно подобрать по типу вашей кожи, по типу вашей потребности для сухой кожи увлажняющей, для жирной кожи, стягивающей поры. Есть маски в этой серии, которые там даже против акне работают. То есть выбор на том же iHerb невероятно огромный. Выбор в любом гастрономе, мне кажется, сейчас и здесь, и у вас везде тоже огромный. Главное брать, иметь их всегда в запасе и не забывать использовать. Главное, да, иметь эти маски недостаточно, нужно главное использовать. Можно даже пить кофе с этой маской. Вот, такие два секретика. Купить можно на iHerb. При заказе не забывайте использовать мой промокод. Ссылки на эти штуки будут в описании. Ох, поехали дальше. Столько дел, столько дел. Так на улицу выхожу, да? Соседи пугают. Ну, аж же Хэллоуин. Можно. Номером вторым я забежала в офис телефонной компании AT&T для того, чтобы наконец-то поменять телефон. Верой и правдой служивший мне три с половиной года и упавший в прошлые выходные целиком на гранитный камень. Помните песню «Гранитный камешек в груди»? Так вот, это про нас. Пришла я сегодня за телефоном. За телефоном я пришла. Сейчас вам покажу, какой я в итоге себе выбрала. Конечно же, как обычно, я осталась верна Самсунгу. Вот этот. Самсунг forever. Ругаюсь страшно, ругаюсь матом, да. Да, я ругаюсь матом. А вы не ругайтесь? Они меня продержали 40 минут. Сначала предлагали мне разнообразные планы с разнообразными приблудами, чтобы все перевести на их компанию. Телефонный провайдер AT&T, кроме всего прочего, еще представляет домашний интернет. У меня даже их интернет когда-то был, но что-то мне с ними не понравилось. У меня теперь другой провайдер. Они пытались мне вот это, потом еще что-то. Потом они мне пытались объяснить на пальцах все это через маску, через экран, как много я сэкономлю, какой телефон мне взять, какой не взять, как вам надо на страховке, какую мне надо страховку на телефон. И я уже такая, да, да, нет, нет. Такая, ну ладно, подходим к концу, сейчас уже получу телефон и уйду. И она, когда уже все закончила, все на бумажках оформила там в моем аккаунте, говорит, сейчас мне надо пойти посмотреть, что у нас есть на складе. Возвращается через 15 минут, говорит, у нас нет этих телефонов, мы сейчас закажем его для вас, он придет в течение пяти дней. Я говорю, спасибо, мне не подходит, потому что я уезжаю через три дня, я не могу ждать пять дней. Они такие, ну давайте попробуем экспресс-деливери, может в течение четырех с половиной. Я говорю, я не могу. Женщина, что вы такая нервная? Я говорю, да у меня и так столько стресса с этим отъездом, я не хочу, чтобы еще у меня с телефоном было подвешенное состояние. Что в этом такого непонятного? Мне хочется ясности и конкретности, правда же? В общем, мы с девушкой друг друга не поняли, расстались друг с другом недовольные. Видимо, судьба мне с разбитым телефоном дальше ходить. Это мой первый разбитый телефон, у меня никогда раньше не было разбитых телефонов. Ну ладно, в таком настроении едем дальше. Ну что, те, кто давно смотрит мой канал, наверняка знают, что у нас тут происходит. Кто смотрит недавно, могу вам сказать, что это фирменный мой генеральский пирог. Внутри у нас курица с сыром и с чесноком. Сверху и снизу слоеное тесто. Готовое, да, покупаю готовое, обамериканилось в конец. Собираюсь в гости, и это такие гости. Американско-русские гости. Наша группа девчонок, как я называю, мои психические девочки. Группа русскоговорящих психологов, коучей, психотерапевтов и других практиков, помогающих профессий. Мы уже вместе, господи боже мой, пять лет. Было время, когда мы собирались просто интенсивно, каждый месяц, пытались замесить какой-нибудь совместный проект и спасать мир все вместе. Но мы все находимся в абсолютно разном положении, в разных возрастных категориях. Профессионально мы абсолютно разные. И у нас даже совершенно разные группы людей, которые заинтересованы в наших сервисах. Поэтому никакого проекта по всемирному счастью из этого не получилось. А получилась просто хорошая дружба. Одна из наших девочек благополучно обзавелась еще одним ребеночком. Если помните, с ее baby shower, с праздничного не беременности, я снимала видео где-то в апреле. Сейчас где-то здесь поставлю ссылочку. И вот уже ребенок, конечно же, понимаете, с апреля благополучно, во-первых, родился, уже вырос до шести месяцев. И мы сегодня к ней едем. Я везу с собой вот такой пирог. Ну, а раз уже все равно включила духовку, то мое новое увлечение это приготовление еды на неделю. Вот такие же пойдут еще в духовку для меня лично овощи. Там у нас кабачки, там у нас перцы, помидоры, баклажаны и немножко лука. Нравится мне идея приготовления еды на неделю. Единственная с этим проблема, готовлю я, ребята, вкусно. Тут уж без ложной скромности скажу. И иногда это так получается вкусно, что съедается за два дня. И никакой от этого пользы, никакого похудения. А я же в модели решила податься. И на свое 50-летие хочу сделать фотосессию в купальнике, поэтому у меня сейчас А. Правильное рациональное питание с дефицитом калорий. И Б. Спортивные нагрузки. Пойду понагружаюсь немножко, пока пирог печется. После 20 минут в духовке овощи готовы. Вся эта комбинация так напоминает мне мою родную, любимую Украину. Да-да-да. Не начинайте только сейчас, пожалуйста, национальные разборки. Кто кому? Вася. Я вообще, да, рожденная, урожденная гражданка России, но Украина, я там проводила столько времени уже во взрослом возрасте, что она мне просто родиной стала. И вот эта щедрая комбинация баклажанов, как их там называют, синеньких, помидорчиков, перчиков и кабачков. Ями-ями-ями. Единственное, что мне, конечно, было лень возиться, так, как делает моя вторая мама, когда все отдельно обжаривается, смешивается, создается неповторимый вкус и аромат. Это блюдо называлось манджа. Не знаю, от чего оно произошло, какое-то болгарское. Так вот получилось настолько вкусно, что, блин, как это не съесть за два дня? Как все это оставить порциями, правильными, рассчитанными на неделю? Задачка не из простых. А вы делаете запасы на неделю? Вы что-то готовите? Как вы это храните? Расскажите мне в комментариях. И еще перед тем, как уже совсем-совсем поехать в гости, забежали мы с подругой в магазин прикупить фруктиков к столу и всякого такого. И, конечно же, не обошлось без цветочного отдела, потому что главное украшение стола – это что? Нет, не кость, а цветы. И не телевизор. Вот такие вот роскошные букеты за 9,99. Не могла не удержаться. Не могла удержаться, не могла не купить. В общем, купила. Я к вам вопрос по поводу вот такой штуки. Скажите, у вас вызывают эти странные фигуры ассоциацию с половым мужским органом? Или у меня у одной такое испорченное изображение? Изображение испорченное или воображение? Вот и Галюша. Привет, дорогая. Что купила? Мы ездим в гости со своим всем. И с бухлом тоже. На магазин на этот надо жаловаться. Посмотрите, какой ужас у них в камере отображается. Просто кошмарный кошмар. Почему у вас камеры не настроены, товарищи? Посмотрите. Вот так мы приехали в гости. Нас тут уже ждали. Конвертик с надписью «Мариша». Конвертик с надписью «Танюша». Потому что двое из нас отличились тем, что был в октябре день рождения. Декорации. Пирог приехал. И вот эта мама пятимесячного ребёнка умудрилась собрать вот такой роскошный стол. Вот скажите мне, где они берут силы и энергию? Правда же, Наташа? Да. Это большой вопрос. Все помнят Наташу? Наташечка, как дела? Все брей. Какие новости с твоими проектами? Провожу мастер-классы для маленьких деток, арт-класса. Вот только приехала в класс. Поэтому у меня новое увлечение. Живопись во всех её проявлениях. Когда будет для взрослых? Я приду. Причём недельки через две. О, я приду. Мне очень понравилось у тебя рисовать. Я буду счастлива. Вот ещё Марина. Марина, привет. Привет. Марина ещё не появлялась у меня на канале. Вы, наверное, с Мариной ещё не знакомы. Марина одна из наших психических девочек, как я их называю. И Марина у нас специалист по духовности. И ещё Марина у нас эксперт по выполнению желаний. Марина, расскажи сейчас в одном слове, как тебе удалось быстро исполнить свою главную мечту, найти работу? Просто работать и продолжать это делать систематически. То есть сделать это постоянно, не сдаваться. Вот это, наверное, самое главное, основное кредо. Просто не сдаваться и делать то, что ты делаешь. Всё. Я думала, ты сейчас нам секрет раскроешь. Ладно, я знаю. Секрет она мне раскроет одной, когда я выключу камеру. Вот это и называется настоящая дружба. Да, точно. Пусть все будут счастливы в этом году. Задумывать о желании коже. Спасибо. Это можно сказать очевидно совершенно, что приехали из русских гостей. Ездили в русские гости. Приехали с цветами и с подарками. Смотрите, вот тюльпаны, да, они всё-таки такие весенние-весенние цветы. Но вот эта вот раскраска, жёлтая и оранжевая, сразу делает отсылку к осени. Тильда заценила. Как тебе, Тильда? Классная же, да? Да, цветов у нас в доме. День рождения. У нас месяц рождения. Ну и, наконец, ежевечерняя программа. Долгие прогулки. Намотать свои 15 тысяч шагов в день. Ну и заодно показать вам элементы оформления к самому любимому американскому празднику. Вот эти соседи просто разошлись. Не на шутку. Все эти декорации здесь уже больше месяца расположены. И это, конечно, очень всё скромно. Но уже сейчас темно, поэтому я не поведу вас. Сделаю отдельную бродилку про декорации к празднику всех святых. Ну, вообще, конечно, мне совсем странно. Я этот праздник не понимаю. Представляю, какое количество денег на это потрачено. Смотрите, у них даже собачкин скелет поставили. Тут чья-то нога в костре. Капец. Ну, вот так примерно. Будем в следующем видео ходить с вами по району, где на декорации тратят в сто раз больше. А у меня на сегодня всё. Спасибо, что провели этот день со мной. Велико не уходите. Впереди ещё очень много интересного. Пока-пока. Вот так вот мёртвые с косами стоят.